Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Сегодня имеем 7 марта 2022 года и уже с 4 утра начался 12 день полномасштабной военной агрессии, геноцидного характера со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь, которые возглавляются Путиным и Лукашенко в Украину, в Русь-Украину. Ситуация очень тяжелая для Украины, идет полномасштабная война почти на всей территории уже, нанесены бомбовые удары уже по объектам Винницы. Скорее всего с Приднестровья жуйка такая идет, что типа самолеты откуда-то взлетели, какие-то там ракеты были, какие-то безумные цифры называются. Я думаю, что с Приднестровья. То есть задействован, видимо, еще один плацдарм в Москве, это Приднестровье. То есть Беларусь в полном объеме воюет против Украины, наносятся тяжелейшие, страшнейшие геноцидные удары по мирному населению, по нашим городам, по Киеву и по городам-спутникам, по Чернигову. Это все белорусское направление, это все Лукашенко, это все белорусское общество, белорусский народ. Я уже говорил, что это преступление, к сожалению, нет никакой совершенно оценки реальной со стороны власти. Это говорит, что скорее всего и у Зеленского, и Шмигаль, и Резников, и другие каким-то способом, ну Кучма само собой, завязаны на бизнес-структуры с Белоруссией, а значит с Лукашенко. То есть есть, видимо, какое-то переплетение, подлое, скотское, между украинскими олигархатами, украинской властью, с кагибистским кублом в Белоруссии, во главе с параноидальным сумасшедшим Лукашенко. Но это называется предательство, Зеленский. Так ты все равно не сможешь выкручиваться, это же до поры до времени. Ты выступаешь, конечно, с заявлениями, это все хорошо, пока, до поры до времени, но в конце концов, надо начинать, уже видно, что ситуация входит в такое какое-то вязкое состояние. То есть, ничего Путин сделать не может, по разным оценкам и западных, и других систем. В России введено уже 95% всех его, так называемого, военного контингента, который был сосредоточен с трех сторон на рубежах Украины. И у него, по сути, уже нет существенных каких-либо резервов, чтобы усилить этот процесс. Огромные расходы он несет. Тут же еще, кроме человеческих жертв, огромные человеческие жертвы, и раненые, и убитые, и плененные. Речь идет о десятках тысяч. Я считаю, что на сегодняшний день убито минимум 17 тысяч. Минимум 17 тысяч убитых. То есть, это огромная уже цифра. Потерять за 11 дней, там, еще не полных 12, 11 тысяч, это, а раненых тогда сколько? То есть, практически до половины группировки уже так или иначе, по сути, как это, обездвиженно, скажем так, обездвиженно. Уничтожены уже, примерно, десятками эти его вертолеты, самолеты. Огромные он несет траты на эти ракеты свои и так далее, на оружие, на боеприпасы, машины, танки, бронепехоты, эти БМП и прочее, прочее, прочее. Однозначно, Путин к этому был не готов. Однозначно, его обманули. Это 100%. То есть, он считал, что будет очень легкая прогулка. В течение 3-4 дней они полностью зачистят всю Украину. Сейчас он не останавливает, то есть, он все более вводит ситуацию в геноцидный характер. То есть, это уже открытая модель, уже Чечню они проскочили. Это уже там, да там, что там в той Чечне был один грозный, там один город, по сути, да и все. Сколько той Чечни было. Это просто такая, муравьиная была такая, скажем, капелька. А Украина, это самое по территории, это самое большое государство в Европе, на минуточку. Это 45 миллионов населения. Это, если добавить тех, которые находятся за рубежом, так это вообще там более 50 миллионов. И развязать такую агрессию против такого большого государства, это, конечно, беспрецедентно. Ну, фактически, это, я же говорю, это Гитлер, Сталин, вот, если брать, вот это два таких подонка мирового уровня в 20 веке были. Ну, еще Ленин, конечно, Ленин, там тоже подонок, это редчайший. Вот, то есть, это можно, это был 20 век, это индустриальное общество было. Сейчас мы имеем уже информационное общество. То есть, это тотальная война, геноцидная война первого такого характера в информационном обществе. Естественно, что, фактически, Украина, конечно, руководство Украины не подготовило страну. Ни Ющенко, ни Порошенко, ни Зеленский. Ну, Януковича там вообще брать нечего, потому что это чистый был разбойник, вор вместе с агентом этим Азаровым. Они готовили просто, это предатели были, они, ну, они есть, они еще живы, которые, цель была сдать Украину полностью, сделать снова протектора там Москвы. Вот, но, конечно, 8 лет чистых, после Януковича 8 лет чистых потеряно. Это правление Порошенко и 3 года Зеленского. Самое неприятное, что и одному этому шоколадному барыге, и вот этому, так сказать, клоуну театральному, это все я говорил, понимаете. 8 лет этим тупицам фактически объяснял, как будет и что надо делать. Это очень все символично и характерно. А исходя из того, что они сейчас делают, я считаю, что действия их практически не принесут нам стратегического успеха. Да, это ведут они себя, как бы сейчас, Зеленский ведет себя достаточно стойко, ну, я бы сказал, даже где-то героически. Но это поведение, линия действий, оно не приведет к победе. Это 100%. Его вот эти крики о помощи, чтобы закрыли небо, не будут они небо закрывать. Не будут они закрывать небо, потому что НАТО нету. Просто есть определенный объем. Ну, как бы формально есть, юридически. Но воли, воли той, которая была у НАТО, вот когда был лорд Робертсон, когда мы начинали эту борьбу, период Ющенко и так далее, вот тогда можно было это все сделать. Тогда были другие лидеры в мире. А сегодня это уже просто, это куча каких-то крыс. Откормленных, жирных крыс, которые думают только о своем сегодняшнем даже, только сегодняшнем благополучии. И они трусливые, они жадные, они продажные. Поэтому говорить, что НАТО каким-то способом будет помогать Украине, защищать украинский народ, это глупо. Что можно уже точно говорить? Смотрите, то есть Путин осуществляет очень продуманные действия. У него не получается то, что он как бы планировал. То есть, вот представьте матрешку, еще раз говорю, вот матрешка, это колоссальное фактически явление, да? То есть, это открывание. Вот раз, открывается матрешка, снимается одна, как бы один план. А там появляется другой план. И вы никогда не знаете, сколько внутри матрешек. Вот, в принципе, это то, что делает сегодня Путин и его вот этот, так называемый, бандитско-кагибиско-милитарный картель. Потому что думать, что это только один Путин, это просто глупо. Он не один. Но на него возложена вот, как бы, такая функция, что он должен выполнить генеральную задачу. То есть, он должен стать мировым правителем. Они это делают. Смотрите, не получилось сразу Украину захватить, да? Не получилось взять города. Перешли от войны к геноциду, открытому геноциду против людей. То есть, убивают, просто массово убивают людей, мирных жителей в городах. То есть, ведь о чем он говорил, когда заходил? Что это будет спецоперация, правильно? Он говорил, что эта операция будет только в районе Луганска, Донецких областей. Вначале вообще говорилось, что он признал вообще только вот этот объем, кусок этого анклава. Одну треть областей. Потом вдруг, ну, параллельно он говорил, что учение в Беларуси, там присутствие этой московской военной группировки путинской, это все не надо бояться. Потом учение в Черном море. Нет, не обращайте на это невмывание. Потом, то, что скопили огромные боевые силы на востоке от Украины. Нет, это просто учения идут. Помните вот эту всю вонючую риторику Путина, Шойгу, Лаврова и прочих гадов? Да нет, никакой войны не будет, никакой войны не будет. Надо все время помнить, что Зеленский, Ермак и все остальные, они говорили украинскому народу, что войны не будет. То есть, потеряно было минимум месяц, это минимум месяц. А по-хорошему надо говорить о, что потеряно было фактически с того года. Это вся осень и зима. Феврале только началось. То есть, полгода практически было потеряно. Зеленский, что вы сделали за полгода? Я вас, уродов, предупреждал в своих всех видео и так далее. Вы говорили все там мудаки всякие, которые у вас там сидят, что Соскин катастрофолог, да? Но я же вам говорил, что именно так все будет. Значит, вы не подготовили города. Вы города не подготовили. Вы население не подготовили. Вы коридоры не подготовили. То есть, вы были абсолютно не готовы ни к войне, ни к гуманитарной катастрофе, не геноцидное ему наступление со стороны Путина. Более того, вы все время с ним вели вонючие переговоры. Хотя это было понятно, что переговоры, ну как с убийцей можно вести переговоры. То есть, убийца. Это как с Гитлером вели. То есть, ты, Зеленский, ты действовал точно как этот Бенеш в Чехословакии. Единственное, что, конечно, у тебя хватило ума, ну какого-то харизмы, характера, не пойти полностью по пути предателей. Вот это вот, пока это мы видим. Но вместе с тем, у тебя находятся ренегаты-предатели. Ермак, я считаю, Ермак ренегат, ревизионер. Ермак это тот, я еще раз говорю, не называете вы, кто отпустил Медведчука, Венедиктова. Почему сейчас не открыто новое уголовное дело против него? Он сбежал, раз он сбежал, да, раз его нет. Значит, вы должны его отдать в Интерпол, в розыск. Понятно, что он в Москву сбежал вместе с Марченко. Но надо его тогда выгнать с депутата Верховного Совета. Вы что, не соображаете? Или что? То есть, он должен. Где, еще раз говорю, где Новинский, где Бойко? То есть, вы, тебе Зеленский Ермак вешает сопли на уши, что, типа, можно договориться. Значит, Ермак или агент двойной. И британский, ну и, видно, Масадовский, и этот самый. А заодно и КГБист. Ну, его папа где? В Москве находится? Зеленский. Где его папа находится? В Москве или не в Москве? Что он там делает? Вообще, кто такой Ермак? Кто такой Ермак? Мы его выбирали? Нет. Мы его ставим? Нет. Мы вообще не знаем, что это за какая-то... Это абсолютно темная фигура, которая вообще неизвестно, почему возле тебя присутствует. Ну, вообще, это как бы понятно, почему он присутствует. Это для умных понятно, чем у тебя сидит. Для тех, которые как бы не на уровне биомассы живут. Но ты же должен... Мы же все-таки живем в конституционном поле государства. У нас парламентская президентская республика, Зеленский. Ты не диктатор. Ты просто военный сегодня правитель. Но это же все быстро меняется, Зеленский. Херсон вы потеряли, потеряли. Энергодар потеряли, атомную станцию. Чернобыльскую, я же вам говорил, введите туда было... И такие, как бы, и жребь, видите, такие есть же у нас подготовлены воины, которые могут вообще бы шума и пыли уничтожить любых противников. Да сейчас придут нормальные, классные, с европейских и других стран боевики. Уничтожьте эту дрянь, которая сидит сейчас на Чернобыльской станции. Уничтожьте. Верните Чернобыль под наш контроль. Уничтожьте энергодар, это бандитов этих. Это же не проблема их пофрагментировать. Есть же такие группы, которые могут спокойно это осуществлять. В чем проблема, Зеленский? Значит, вы не хотите этого делать. Мэр Купянска где? Живой? Где он ходит? Пушилин живой, Пасечник живой. Вот этот, блин, который в шапке все время выступает, там, типа, у них полковник какой-то, предатель, который предал Украину. Там, как его фамилия такая, учить их, живой. Какие-то блогеры из Харкева, какой-то, как-то, Опенькин, Анопенко, или как его фамилия? Аноприенко какой-то, вообще фиг его знает, что это такое. Какой-то Михаил Борисович все время гадости говорит. Какой-то там еще Подолян или Подоляк, Юрий какой-то гадости. В чем проблема? Что такое? Где ваше СБУ? Где ваши спецоперации? То есть, исключите депутатов ОПЗЖ из Верховного Совета. Просто, у вас же большинство, они преступники, они убийцы. Пусть каждый скажет, он за Украину или против Украины. Московские попы пусть скажут, за Украину или против Украины. В Одессе сидит этот, как там его, Агафангел или как он там. То есть, пусть каждый митрополит, пусть этот Ануфрий выйдет со состава этого Синода или как там, этого Гундяева, там еще, ну и Агафангел же, или как его этот в Одессе, который там еще есть несколько. Пусть выйдут, пусть выйдут состава, но людей же убивает, людей, божьих созданий убивает. Это же, это же катастрофа. Теперь смотрите, что делает Путин. То есть, у него не получилось, не получилась вот эта часть матрешки, Блицкрик, не получился. Украинскую армию победить не получилось. Огромные потери, огромные. Что они начали делать? Они начали уничтожать объекты народно-хозяйственного комплекса, атомные станции захватывать, заводы там и так далее. И тут не получается. Они переходят к следующему этапу. Это полное уничтожение городов. То есть, уничтожается собственность людей. Дома, квартиры, предприятия, машины, склады, хранилища. Все уничтожается. То есть, уже это полная, это Сирия. Это чистая Сирия. Дальше. Людям жить негде. Начинается гуманитарная катастрофа. Куда люди начинают уходить? Они начинают уходить, естественно, на запад. Куда же им уходить? Они идут на Польшу, на Румынию, на Болгарию, на Молдову, на Словакию, на Чехию и так далее. Где-то уже, я так понимаю, до двух миллионов выехало на сегодняшний день. Но это не конец. Теперь смотрите, война усиливается. Она становится все более перманентной. И что тогда получается? Население города просто целое. Это ж миллионники. Харьков миллион. Чернигов там тысяч двести пятьдесят. Житомир там двести с чем-то тысяч. Ну все-все эти города. Теперь удар по Виннице нанесен. То есть сейчас начинают люди бежать. Они бегут на запад. Хорошо, они бегут на запад. Сколько их может выбежать? Зеленский. Ну у тебя тупорылый. Я понимаю, у тебя нет стратегического какого-то видения. Вы там это просто туалетные бомжи. Сидите, вот эта боемная тусовка поганая. Но хотя бы задумывайтесь. Вам рассказываю. Ну хоть задумывайтесь чуть-чуть. Вот смотрите. Сейчас перейдет границу с Украиной в ближайшие там еще две недели. Еще три миллиона. То есть пять миллионов человек, женщин, детей, стариков уйдет с Украины. Можете себе представить? Теперь это катастрофа демографического характера. Пять миллионов. Нифига себе. Уже Польша аж там стонет. Уже там другие страны. Там Венгрия еще. То есть это все зайдет в эти страны. Что там начнется? Там начнется дестабилизация. А в Словакии вы же учитываете. Он уже что там же это котлета. Или как его? Как это? Котлета. Котлеба. Или как он называется? Там целая партия в них. Который гад извращался над украинским. Знущался прапором. Они же есть. То есть там начнут нарастать противоречия. Приус одно дело там на... Я же помню. Вот Чернобыльская была когда катастрофа. Ну мы... То есть мы понимали, что где-то должен быть взрыв. Все ожидали взрыва. Что реактор упадет в барбадерный колодец. И будет взрыв ядерный. Уже же Израиль говорил про это. И все знали. Была страшная паника в Киеве. И бежали с Киева. Ну я про Киев говорю. Про другие там тоже. Это была ужасная паника. Это похоже на то, что сейчас происходит. Оно такого же было порядка. Билеты достать было нельзя. Все. И все... Вот... Она началась массово уже после 2-го числа. Как раз. И вот это руководство КП, подонки, Щербицкий, вот это Шевченко, Валя, Ватченко, премьер-министр был. Она возглавляла тогда Верховный Совет Украины. Они... Это... Это быдло стояло коммунистическое, КГБ. Оно стояло на трибуне в шляпах и в прорезиновых таких очень плотных плащах. Они, суки, уже знали, что уже радиация над Киевом. А они проводили первомайскую демонстрацию в том числе. И мальчики, девочки, как раз спортивный парад был. Они вообще были в этих таких очень легеньких спортивных таких костюмчиках практически. Ну... Они были раздетые, по сути. Демонстранты шли, люди шли. Было достаточно тепло. Пасха как раз была 3-го мая, кажется. То есть... Я помню, блин, этого Ботвина. Ботвин, кажется, был. Первый секретарь Киевского горкома партии. Тогда я в университете Киевском, Шевченко работал. И он говорил... Его заговорят. Вот такая ситуация в Чернобыле. Что делать? Он говорит, это для нас, блядь, не проблема. Для нас главная проблема продавать, говорит, алкоголь. Тогда же была антиалкогольная горбачевская компания. На праздники. Или не продавать. Ну, то есть, сволочь лагерная, редчайшая. Понимаете, блядь? А уже тогда, уже было все. Уже там стояло... Это страшное дело. Это ж миллионы фактически стали инвалидами. Очень сотни тысяч погибли от Чернобыльской катастрофы. А миллионы стали инвалидами. И деточки маленькие, которые родились. Потом это ж колоссальное было преступление сделало. И эту станцию специально взорвали. Специально московиты взорвали. Потому что то, что этот гад делал, который отключил защиты и все вот это вытворял, это делалось по заданию Ленинградской атомной станции, на которой тоже вот эта когибистская гидота Шваль эта сейчас сидит. Она тоже называется имени Ленина. Она расположена в Ленинградской области. И там стоят такие же реакторы еще, которые были в Чернобыле. Ну там они часть поменяли, а эти стоят. Я жду, когда она, блядь, бахнет. Она должна бахнуть. Это сто процентов. И вот они, поэтому они дали приказ сейчас Путину захватить Чернобыльскую станцию. То есть это связь. Энергодар захвати лишь не просто так. То есть это идет какая-то очень серьезнейшая спецоперация. Зеленский, что ты нас за дураков держишь? Думаешь, что ты там Миша Подоляк вышел там и так далее, и так далее. Архами, Подоляк этот, Резников, не вздумайте, блин, скрывать информацию. Там этот вам, этот Подоляк. Я понимаю, что ты служишь этому Ермаку. Но это ж такое дело. Сегодня есть Ермак, завтра не будет. А ты ж хочешь, ты ж молодой парнишка, симпатичный. Тебе ж еще жить и жить надо, да? То есть ты, так сказать, думай. Думай, что ты говоришь. Думай, что ты делаешь. Сейчас не те времена. Не надо от народа ничего скрывать. Народ отдает свои жизни, свою кровь отдает. Благодаря народу вы сегодня там надуваете губы и ведете уже будет третий раунд переговоров. Это благодаря украинской армии, украинскому народу, патриотам всем. Вот я смотрю, у меня идет сейчас просто поток идет на мои, записываются в друзья, на мой второй профиль и так далее. Один переполненный, теперь на второй. На YouTube каналы и так далее. Я же смотрю там, все время смотрю, что у людей на страницах. То есть стоит народная, народная такая, как бы, как это сказать, народ напрягся настолько, вот самые лучшие качества сейчас проявляются у людей. Просто это потрясающий народ, Зеленский. Этот народ называется украинская нация, понимаешь? Украинский народ. Русичи, украинцы, арии, славяне, скифы, наследники, понимаешь? Я не знаю, ты себя кем позиционируешь. Кем Ермак себя, кем подоляк этот Миша себя позиционирует. И так далее. Поэтому, ну то, что на тебя Кадыров начал охоту, это понятно. Я думаю, надо разворачивать на Рамзана охоту, потому что иначе не бывает. То есть он охотится, он говорит три, ему говорят пять, так сказать. Он запустил закон третий Ньютона. Сила действия порождает адекватную силу противодействия. То есть Рамзан, конечно, очень рисковый человек. Он, я думаю, что он не имеет будущего. Он зря это все вытворяет. Он просто наивный в этом плане. Я не понимаю, на что он рассчитывает. Но он затеял такую игру, из которой в живых не уходят. Поэтому, ну это его дело. Поэтому, Зеленский, ситуация практически, она сейчас безысходная. Прекратите вот эти бла-бла делать, что у вас там это все под контролем, что там это вы отступили, там это. Хватит болтовней нам. Хватит нам вот это вешать, эти вонючие слова советские, социалистические на уши. Не надо народу дурить. Не дай бог, когда официальная информация расходится с реальной действительностью, тогда пропадает к вам доверие. Если вы будете скрывать информацию, это будет еще страшнее. Надо говорить правду. Время сейчас правды наступило. Зеленский. Время правды. Еще раз говорю, убери Ильмака. То есть две вещи сделай. Убери Ильмака раз. Создай вертикальную систему военную, вот, чтобы везде были военные. В том числе. Орезник не министр обороны. Он не умеет планировать военные операции. Он юрист. Понимаешь, маленький юрист, какой-то там был консультантом или адвокат во Львове. Шмигаль не премьер-министр. Тем более не военный премьер-министр. Он был просто менеджером среднего звена Охметова. Все. Всю его биографию посмотреть он вообще никакой. Он никакой. Он не способен к каким-то действиям. Поэтому вы должны, Зеленский, хочешь как бы двигаться с народом и быть достойным. Чтобы с тобой не случилось то, что случилось со Скольдом и Диром. Ты вот просто действуй. Почитай Конегина. Он там много про это всякое пишет. То ты действуй в интересах украинской нации. Вот будь представителем украинской нации. Титульной нации. Тогда у тебя есть шансы. Тогда у тебя есть шансы. Как только ты предназь украинскую нацию, ну я уже про Бога вообще молчу, потому что ты не говоришь. То есть по всем твоим параметрам видно, что ты не христианин. Тем более не ортодоксальный христианин. Кто ты? Ну можно предполагать, но ты же не говоришь. То есть ты это скрываешь. Значит тебе есть что скрывать. Вот Ходос он не скрывает. Он был одним, потом он взял, крестился в христианство. В московскую как бы эту формулу ортодоксов. Но он хрестился, он стал православным христианином. А ты кто? Ты кто? Зеленский. Ермак кто? Арахамия кто? Этот, как его назвать? Этот Шмиаль кто? Колесников кто? То есть кто вы вообще? Резников я прошу прощения. Вы кто? Хотя в принципе Янукович был крещен. Но то отдельная история и так далее. Не выдержал он то испытание. Когда я на Афоне был, мы там рассказывали нам это все. Что там с ним случилось. И уже тогда было понятно, что он предрешен. Поэтому вывод. Вывод такой. Зеленский. Говорили народу правду. Не врите. Не скрывайте информацию. Особенно по переговорам. Ну и будьте готовы к тому, чтобы. Не дай бог урдерешь или сдадите. Бейтесь и готовьтесь к тяжелейшим испытаниям. Они ждут всех нас. Будут еще морозы. Поэтому испытания только начинаются. Война только началась. Испытание будет где-то к 15 марта. Вы на канале Олега Соскина. Всего доброго. До новых встреч.